Иди за зелененьким светофором, сейчас красный, видится левень. Вот это и есть матфейский садик, место, где стоял храм святого апостола Матфея. А с правой стороны, с правой стороны, на следующей улице находился дом, принадлежащий к Синюшке. И вот Слахтинская улица, Синюшка, Пешочком, вот этих домов всех не было. Это вот то, что вы видите, это конец 19-го, начало 20-го столетия. Были маленькие деревянные двухэтажные, полутораэтажные домики мелкого чиновничьего общества Санкт-Петербурга. Те, кто когда-то служили в департаментах на том берегу Левы, а в силу того, что получали всего 100 рублей в год содержание, вынуждены были жить здесь, перебираться через него и жить в этих маленьких домишках. Вот на левой стороне, там вы сейчас увидите приборочек, вот это вот в 1934 году храм святого апостола Матфея был разложен. И здесь было когда-то, в тот период, когда умер супруг матушки Ксении, здесь было кладбище. И вот здесь вот похоронен Андрей. Понятно, да? Вот я обещала, что эксклюзив будет, да? Обычно это место никогда не показывают, потому что, ну, в общем, как бы и не с руки сюда заезжать. Но если представить себе, что первые обеты были даны матушке, да, здесь, то вот это вот геонанс это священное. А здесь есть какой-то памятный камень, да? Да, да, да. Вот если вы там глядитесь, то на возвышении стоит. Причем очень интересна сама история этого храма. Вон там крест, видите? Да, да, да. Так вот, дело в том, что это храм, самый первый храм Петербурга. Когда был построен Петропавловский собор, то деревянный храм Петра и Павла переосвятили в честь апостола Матфея и поставили здесь. Я поясню. В Петропавловской крепости был освящен храм Петра и Павла. Но вначале он был построен деревянным, да, на скорую руку Рублина. Но поскольку в 14-м году начали строить собор Петропавловский, Доминик Апорезини, куда-то надо было этот храм деть, да. И у Петра, как всегда, ничего не пропадало. И его принесли сюда, на Петроградскую сторону, в посад, потому что мы едем с вами по посаду и переосвятили в честь апостола Матфея. Это сытный рынок, Житинская площадь. Я не случайно назвала посадом, потому что здесь делились, если за домиком Петра Первого можно найти такие названия улиц, как Дворянская, Подьяческая, Большая Дворянская, Малая Дворянская, Большая Подьяческая, Малая Подьяческая. То здесь были улицы Пушкарская, Большая Пушкарская, Малая Пушкарская, Пушкари, Большая Зеленина, Малая Зеленина, Глухая Зеленина. А кто такие зеленщики? Это, наверное, с растениями с этим. По-ро-хо-пщи-хи. Мне хочется показать совершенно удивительный проект. Называется «Мини Петербург». Это уникальный проект, куда было потрачено 23 тонны бронзы. И где вы можете увидеть весь Петербург в размере 1,33. Я думаю, что это вам будет интересно. Как правило, паломникам это не показывает. Стрелка Василия Крошкова. Зимит, даетесь? Нет. А это что? Адмиралтейство. А там что стоит? Исякирский. А это что? Здание Фената и Синода. Точно, арка. Да, нет? Да? А между ними что стоит обычно? Здесь его нет. Это столб Александрийский. Нет, дорогие мои. А, нет. Садник? Конечно. Недный садник. А это что? Аэргентаж, ну, в смысле, Зимий дворец. Зимий дворец, правильно. А это? А вот это как раз и есть арка, которая. Зимий дворец. Зимий. А это что? Ну, что? Главного штаба. Арка главного штаба. Через которую матросы лезли. Ну, якобы. Якобы, типа да. Да. Все, можно домой ехать уже, да? Аксения Петербургская, нет? Нет, нет, нет. Где? Казанский. Правильно. А там что? Заспас на крови. А в связи с тем, что Петроградская сторона, это уже, что называется, пригород, то вот здесь был образован такой зверидец императорский, который впоследствии вырос вот в зоопарк. И сейчас что бы ни делали, где бы ни принимали решение построить настоящий зоопарк за городом, вот как-то вот Господь не дает. То там начинаются какие-то проблемы с оформлением земли, то какие-то еще проблемы начинаются. В общем, это все не осуществляется. Мы сейчас с вами покинем городской или Петроградский остров по Биржевому мосту. Окажемся на Васильевском острове. Тиви-Саари. Олений остров когда-то он назывался, во времена шведского владычества. Я вам позволю напомнить, что начиная со Столбовского договора с 1613 года по 1721 год, эти все земли Ингерманландии относились и были в юридикции Швеции. И только благодаря победе в Северной войне, которая была начата в 1701 году и длилась 20 лет, впоследствии эти земли были возвращены в земли Новгородской, Новгорода, Великого Новгорода, Горбской Петины, были возвращены нашей стране. Вот здесь за этим забором, к сожалению, здесь намереваются построить комплекс жилья для судей Конституционного суда в России и были сломаны первые, самые первые кирпичные здания промышленного Санкт-Петербурга, первые в 19 веке, мастерские Сименса и Шукерта. Помните Сименса у нас? Немецкое такое предприятие электроники, которое в ее время действует. Но дело в том, что здесь в советское время на базе Сименса и Шукерта был единственный, вернее второй в России, потому что один находится рядом с Троица Сергиевой Лавры, там на звездочке, прямо через железную дорогу от Лавры. Государственный институт прикладной химии. Вот здесь занимались разработкой космического топлива и ракетного топлива. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, панораму дворцовой набережной, да? Красота-то какая! Зимний Эрмитаж, Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж из здания Эрмитажного театра, и знаменитая Зимняя Канавка, вон, видите, соединение Старого Эрмитажа с Эрмитажным театром, где Ария Германа, и Стрелка Васильевского острова. Растральные колонны почему называются растральными? В связи с тем, что вот эти носы кораблей, не просто носы банальные, а украшенные греческими, греческими божествами, покровителями морей, и называются они на греческом Ростре, отсюда аэростральные колонны. А памятники, которые у подножия, это четыре великие пушкинские веки. А здесь вот перед вами, с левой стороны, памятник Александру Сергеевичу Пушкину, не случайно, это здание таможня, и ныне это пушкинский дом, где хранятся рукописи практически всех наших представителей литературы.